Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И так как уже наступила предновогодняя пора, то программа у нас будет предпраздничная. А это значит, что обо всех самых сказочных событиях вы узнаете прямо сейчас. Ну что ж, в этом году старт к красочным предновогодним волшебным мероприятиям дала Школа танцев Губернского бала. И на этот раз традиционный бал Маскарад впервые состоялся в музыкальном театре. Если в предыдущие годы Маскарад Школы танцев Губернского бала окутывал нас атмосферой волшебства в Рязанском театре кукол, то на сей раз участников захватила Италия с ее традиционным венецианским карнавалом. Конечно же, для подобного торжества музыкальный театр стал достойной площадкой. И хотя этот бал вроде бы является самостоятельным и почти не приуроченным к наступающим праздникам событиям, тем не менее он получился предновогодним. Новый год уже скоро, мы ждем все какого-то чуда, готовим встречи. Но, конечно, у каждого еще впереди будет много праздников, поэтому даем такой старт. Хотя новогоднюю елку здесь поставят, но чуть позже, когда детские утренники начнутся, слава богу, мы успели еще до елки, потому что зал небольшой, танцевать было бы тогда негде, если бы еще елку поставить. Некоторая стесненность не помешала танцам полонез, польки, кадрильи и, конечно же, король танцев – вальс. Бал маскарад – это прежде всего загадка, тайна, недосказанность. Кто скрывается под очередной промелькнувшей маской, мы можем только догадываться. Пожалуй, именно в этом и состоит прелесть маскарада. Прячу свое лицо, многие не боятся и не стесняются открывать свои души. Все возвышенные, просто в обыденной жизни люди, ну, какие-то хмурые все, куда-то спешат, а здесь, как бы, время замирает. Люди остаются здесь такими, пусть в масках, вот на этом маскараде, но они сами с собой остаются и с ними прятаны. Ты по-новому можешь узнать человека. Красочные образы, яркие костюмы, необыкновенные маски – все это побудило организаторов устроить конкурс среди гостей маскарада. Семь участников были приглашены на сцену, каждый из которых не пожалел времени и сил на создание целостного оригинального образа. Правда, одна маска так постаралась, что не смогла вымолвить ни слова. Скажите, кто вы? Может быть, вы не можете говорить, да? Этот костюм, как оказалось, загадочная маска, шила своими руками всего за две недели. Какие-то моменты я увидела, то есть венецианская маска, но они же распространенные, я увидела различные виды, их решила расписать вот так вот маску свою. И какие-то кусочки, вот мне понравилась, вот роза на голове мне понравилась, я ее взяла, потом уже от каких-то кусочков я отталкивалась, создав вот единый образ. Правда, сразу после награждения девушка решила переодеться в костюм попроще, но гораздо удобнее. А вот еще один победитель конкурса масок, прекрасный Ромео, и не думал менять свой образ. Ведь именно этот костюм, как никакой другой, соответствует его внутреннему миру. В душе я очень большой романтик, я обожаю что-то романтичное, люблю делать девушкам сюрпризы какие-нибудь. И когда подбирался образ, в поисках, так сказать, подходящего персонажа, сразу вспоминается именно Ромео. Вот, немного каких-нибудь документальных там съемок, либо старые фильмы, которые снимались тогда. Вот, и я, в принципе, увидел, что одевались они примерно вот так вот. И затем, соответственно, в поисках в интернете я нашел вот этот костюм, и сейчас я его именно в нем. Всего же на Балмаскарад пришло около 200 гостей. Здесь они смогли не только пообщаться и потанцевать, но и познакомиться с отрывками наиболее известных фрагментов, оперет, неаполитанскими песнями, музыкальными классическими произведениями Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Все люди, которые сегодня пришли сюда, они все люди, которые открыты к культуре. И даже если кто-то из них не был ни разу в музыкальном театре, не слышал эти чудесные опереты, то я думаю, что они их по достоинству оценят, наших рязанских артистов. На Балмаскарад пришли люди разных возрастов. В числе его почетных гостей оказалась студия исторического танца «Приокские росы», которые подготовили показательный номер и поделились своими впечатлениями. Вы знаете, вообще настроение, общение, музыка, танцы, вообще все. Вот посмотрите, как здорово. Смотрите, сколько масок, сколько платьев, сколько нарисов, сколько кавалеров. Ну, это же прелесть. И молодеешь, знаете, вот молодеешь, прям вот глядя на всех, как бы и такая же. В общем, бал, как обычно, удался на славу. У кого-то получилось сохранить интригу и остаться неузнанным до конца маскарада. Кто-то этих целей даже не преследовал. Но все от души повеселились, отдохнули и почувствовали приближение самого волшебного праздника. С наступающим годом, так как это год лошади, давайте не будем загоняться, не будем бежать куда-то. Давайте установим такой размеренный ритм жизни, чтобы нам было комфортно, чтобы мы никуда не спешили и нам было хорошо. Уважаемые рязанцы, поздравляем вас от всей души с наступающим Новым Годом. Желаем вам в Новом Году счастья, обязательно здоровья, чтобы все ваши желания исполнялись. И просто чаще улыбайтесь и танцуйте, потому что танец – это радость. Всем счастливого Нового Года, наступающего. 2014 год. Пусть будет для вас счастливым и всего хорошего. Бал Маскарад – это все-таки такое предновогоднее мероприятие для взрослых. А вот детям интересно пообщаться со сказочными персонажами – Дедом Морозом, Снегурочкой. Такую возможность им и их родителям предоставит Рязанский театр «Кукол». Премьерный показ представления новогодней игры в сказочной стране состоялся в Театре кукол за две недели до самого Волшебного дня. На этот раз традиционный праздничный спектакль оказался совершенно особенным. Как всегда, мы пытаемся удивить наших зрителей. И всегда мы соединяем наши традиции, традиции наших русских сказок, традиции нашего кукольного театра с новыми техническими возможностями нашего театра. После ремонта у нас теперь самое лучшее, не побоюсь сказать, в горы и оснащение техническое, световое, музыкальное. Вот все эти спецэффекты, 3D-декорации, соединенные с нашим сказочным сюжетом, надеюсь, наших зрителей приятно удивят. Как обычно, возле красавицы елки маленьких гостей ждали Дед Мороз и Снегурочка и их помощники. Царь Горок и Петрушка, сбежавшие от вечно плачущей дочки царя, несмеяны. Игры, песни, загадки, волшебство, маленькие гости, как обычно, восторженно помогали Деду Морозу во всех его начинаниях. А в окончании игр закружили хоровод вокруг елки, устроив парад костюмов. Песня «Снегурочка» А вот в зрительном зале всех поджидало горе-злосчастье. Это оно превратило всех обитателей сказочной страны в мышей и погрузило царство в уныние и запустение. Помощниками Деда Мороза в борьбе с горем-злосчастьем стали герои, которых мы привыкли видеть в роли злодеев. Кикимора, Соловей-разбойник, Людоед и Баба-Яга, которая, кстати, по-настоящему летала в ступе над зрительным залом. А мы будем делать горы. Ребятки, подняли ручки над головой и сделали горы. Бабушка, что ты видишь внизу? Я вижу высокие горы. А как они называются? Новогодние сказки явно прослеживаются линии, посвященные Олимпийским играм в Сочи. Это голос диктора из-за кулис, подвижные игры и пять звезд, которые соответствуют пяти олимпийским кольцам. Именно эти звезды засияв и победили горе-злосчастья. И теперь маленькие зрители могут со спокойной душой встречать Новый год. Дорогие друзья, от всего сердца, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы все у вас получилось, чтобы детишки ваши росли здоровыми, веселыми и чтобы у всех все случилось в этом Новом году. Спектакль ждет гостей до 8 января будущего года. Не секрет, что женщины всегда мечтают быть красивыми и привлекательными, но особенно в преддверии новогодних казников. И помочь им в этом могут современные салоны красоты. Одной из процедур, которая поможет выглядеть привлекательной в любом возрасте, является фотоомоложение. На Западе оно применяется довольно-таки давно, а вот в нашей стране к нему пока относятся настороженно. Специалисты утверждают – зря, ведь оно эффективно помогает бороться со многими проблемами кожи. Есть два типа фотоомоложения. Первый тип фотоомоложения – это как раз работа с морщинами, с эластичностью и тургером кожи. А второй тип омоложения – это как раз идет пигментация, сосуды, веснушки и так далее. То есть ровный цвет липса. Сегодня более охотно эту процедуру используют именно для устранения сосудистых звездочек и веснушек пигментов. Их исчезновение становится возможным благодаря воздействию на кожу световых волн различной длины. Свет вот этот действует на гемоглобин, в результате чего гемоглобин разрушается, то есть раздробляется как бы на маленькие-маленькие кусочки и, соответственно, он исчезает, сосуд исчезает. Если мы говорим о пигменте, то то же самое, также свет действует на меланин. Существуют у этой процедуры и противопоказания, такие как беременность, эпилепсия, лактация, сахарный диабет. В любом случае в салоне вас обязательно должны предупредить об этом. Сначала мы заполняем карту обязательно, то есть собираем подробный анамнез, спрашиваем все про заболевания, хронические, острые, если какие-то, да, если в этот период также там могут быть какие-то дерматиты, да, то есть тоже нельзя с этим брать, с каким-то обострением хронических заболеваний. Заполняем информированное согласие на процедуру, рассказываем о ходе процедуры, о том, что можно, что нельзя, ожидания обязательно спрашиваем клиента от процедуры, потому что могут быть какие-то завышенные ожидания, которые мы не получим на этой процедуре. И, исходя из этого, уже мы определяем, можно ли взять человек на процедуру или нет. Кстати, сейчас самое время для фотоомоложения. Просто весной и летом в период активного солнца есть риск возникновения гиперпигментации. Сейчас же он меньше. Но все равно после процедуры следует соблюдать рекомендации специалиста. После процедуры нужно воздержаться от солярия, бань, саун и каких-то агрессивных воздействий в зоне лица, то есть никакие ни массажи, ни пилинги, ни чистки, это все противопоказано. Перед тем, как решиться на процедуру, проверьте наличие лицензии у салона на оказание подобных услуг. И будьте готовы, что после фотоомоложения может возникнуть и покраснение кожи, и отек, которые сойдут в течение недели. Но можете быть уверены, что сосуд или пигмент пропадет уже в течение 7-10 дней и больше никогда не появится. Почувствовать себя Дедом Морозом в предновогодние дни может каждый. Ведь это так приятно, устраиваясь в празднике и дарить подарки. Вот и курсанты совместно с полицией решили устроить праздник для детей. Дед Мороз, Снегурочка и сладкие подарки, конечно же, неизменные составляющие предстоящего праздника. Однако для некоторых ребят возможность выплеснуть энергию, посоревноваться со сверстниками силой, скоростью и ловкостью, иногда вызывает не меньший восторг, чем новогодние представления. Сотрудники управления МВД устроили для воспитанников школы-интернатов в Рязани области спортивный праздник под названием «От веселых стартов до олимпийских вершин». Сегодняшнее мероприятие проводится с целью патриотического воспитания молодежи, с целью привития любви к спорту и к здоровому образу жизни. В празднике приняли участие три команды. В каждую из них вошли ребята из рязанских школ-интернатов, сотрудники полиции и курсанты. Знаете, это радостное чувство, что можно пообщаться с детьми, подать им какой-то хороший пример, научить чему-то. Команды соревновались по шести дисциплинам, спортивным эстафетам и конкурсам на знания олимпийского движения. По итогам соревнований первое место заняла команда школы-интерната номер два города Рязани. Наградой для ребят стал большой настольный футбол. Итак, уже совсем скоро наступит Новый год. Но до его наступления мы с вами встретимся еще раз в нашей новогодней программе. Поверьте, это будет волшебно и чудесно. Мы будем с нетерпением ждать встречи с вами. Подчеркнуть красоту, сохранить молодость. Помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46 49 30. Салон красоты «Белая зависть».